Доктор, когда закончится эпидемия коронавируса? Не знаю, я не интересуюсь политикой. Так шутят белорусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам о том, что происходит с пациентами во время коронавируса. 17 июня правительство внесло COVID-19 в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное обеспечение лекарствами и лечебным питанием. В Минздраве пояснили, что часть пациентов с инфекцией COVID-19 лечится на дому. Например, пациенты с легкими и средне-тяжелыми формами заболевания, в том числе нетяжелой пневмонией. Для более эффективного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях в приказе определен перечень антибактериальных лекарств, которые назначаются пациентам с коронавирусной инфекцией при лечении на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета. Часть перепрофилированных медучреждений, которые используются для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму и оказывают помощь как многопрофильные больницы. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз, что позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов, исключение нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования. Это позитивные новости для многих людей, которые ждали плановое лечение и не могли его получить. Но вызывает обеспокоенность то, каким образом будут изолироваться поступающие пациенты с COVID-19. Также появляются тревожные сообщения о том, как переводят больницы в обычный режим. Следующее сообщение было размещено на одной из страниц в Фейсбуке. Вот так меня и других больных срочно выписывают с пневмонией на седьмой день пребывания, так как больница к 6 июля должна выйти из карантина. Второй час сидим на голых кушетках, ждем эпикризы. Браво Минздрав! Браво забота о ближнем! Вот это действительно страна для жизни! Желаем вам не стать здесь пациентом! Из последних новостей. У некоторых освобожденных, вышедших из тюрем после арестов участников мирных акций 9-12 августа, из-за ненадлежащих условий содержания, которые приравнивают к пыткам, тест на коронавирус был положительным. Ни о какой дистанции между людьми силовики даже не задумывались. А мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Продолжение следует... Продолжение следует...